Долето Донецкая область. Ну, это как по стратегии, стратегическим задумкам, предположениям. Это мы моделируем ситуацию, исходя из вышесказанного. Запорожское направление. Всех оно волнует, потому что там, скажем так, ну, вот в работе на тени толкай, ну, как бы туда-сюда. Но, по большому счету, жители Запорожья на фоне там сообщений о Харькове, о Сумах тоже переживают. Понятное дело. Особенно на фоне того, что, скажем так, вопросы большие с инженерно-фортификационными сооружениями, правильно? В принципе, как и в Донецкой области. Очень коротко, кстати, Александр. Вы знаете, мы неоднократно поднимали эту тему в вашем эфире. И знаете, для меня удивительно то, что мы вот вспомнили с вами Константиновку, 10 километров от линии боевого соприкосновения. 15,4 миллиона на ремонт дорожного покрытия. В это же время областная военно-гражданская администрация Донецкой области выделяет 12 миллионов, 12 на инженерно-фортификационную, на закупку колючего дрота, как-то по-русски. Ну, колючей проволоки. То есть на колючую проволоку 12 миллионов, на дорожное покрытие 15 миллионов. Причем колючей проволоки хватит для обустройства инженерных сооружений протяженностью 30 километров. А остальное. И знаете, на этом фоне появляется сообщение украинских военнослужащих о том, что инженерно-фортификационные сооружения на Донецком направлении, это так называемые потемкинские деревни. То есть, ну да, окопов накопали, молодцы, но функционал данных инженерно-фортификационных сооружений не соответствует требуемому, вот о чем идет речь, те же настроения на Запорожском направлении. Ну, а чтобы успокоить тех жителей Запорожья, 76-я, это Псковская дивизия воздушно-десантных войск, она снята с Работинского направления и перекинута под Курск. То есть, это опять-таки свидетельствует о чем? Вывели одно из боеспособных подразделений, причем по оценкам россиян она полностью обескровлена, вывели на доукомплектование, но перекинули опять-таки в направлении, ну, скажем так, на сумское направление. А если выводят боеспособные подразделения, соответственно, как вы говорили, Работинское направление это не толкай. Причем, по данным самим россиян, сообщение о взятии Работина, о чем кричал там Рогов, местный коллаборант, оно оказалось откровенным фейком. Работина под контролем вооруженных сил Украины, ну, часть его. Причем, на данном направлении у нас тотальное превосходство в FPV дронах, средствах поражения, речь идет о ствольной реактивной артиллерии, о чем отмечают сами оккупанты. И, соответственно, дальнейшее продвижение россиян ни в районе Работина, ни в районе Вербового нет. Они пытаются бить встык между Работино и Вербовое, но говорить о каких-то даже тактических успехах на данный момент нет ни малейших оснований. Дмитрий, почему Шмыгаль радуется и говорит, что мы были бы рады или приветствовали бы войска НАТО в Украине? И что за заявление, что Украине до уступления в НАТО остался один шаг и ждут хороших неких новостей с саммита НАТО летом? Ну, я тоже жду хороших новостей с саммита НАТО. Заявление Шмыгаля прозвучало после соответствующих заявлений и французской стороны, ну и, соответственно, представителей НАТО по поводу того, что передислокация контингентов одной стран НАТО, возможно, ну, скажем, по приглашению украинской стороны. Поэтому вполне понятный, ну, скажем так, тон заявления Шмыгаля. По поводу возможности вступления в НАТО, ну, есть весьма осторожные прогнозы со стороны наших американских партнеров, правильно? Поэтому посмотрим на сам саммит НАТО. Формула, которая предлагалась и которая активно, ну, скажем, обаваривалась, это вы помните действия пятой статьи, статуту, устава НАТО, то есть коллективная безопасность не распространяется на оккупированной территории. А потом, соответственно, и вброс уже с российской стороны, причем на высоком представительном уровне по поводу стамбульских договоренностей 22-го года. Вы помните, когда прозвучало о том, что данный сценарий, он оговаривался, оказывается, возможность вступления Украины в ЕС, единственно, безблоковый характер, но действие так называемой пятой статьи, то есть коллективная безопасность. Россия соглашалась на тот момент на гарантии безопасности со стороны Соединенных Штатов, ну, и, соответственно, других стран НАТО. Если это имеется в виду, опять-таки, возвращаясь к вашему вопросу о возможных договорняках, я не исключаю возможность, ну, скажем, заключения договора не о гарантиях, а об обязательствах со Соединенными Штатами. И возможности предоставления Украины статуса ключевого партнера вне блока НАТО, это то, что Соединенные Штаты, ну, скажем так, демонстрируют в моменте взаимоотношений с Израилем, Египтом, тем же Тайванем, вот это я не исключаю. И это подадут как, ну, соответствующую победу украинской стороны. И соответствующий характер гарантии со стороны Соединенных Штатов это всех устроит. Еще раз подчеркну, без учета оккупированных территорий. Интересно. Дмитрий, активно разгоняется сейчас история с покушением на наследного принца Саудовской Аравии. Конечно, на фоне, там, того, что Цахал зашел в рафах, да, о том, что есть, ну, опять-таки, это тоже, мне вот почему нравится, что, ну, вот нравятся отдельные, там, люди, которые пытаются проанализировать происходящее. Там своя история, там очень интересное событие, то есть, Хамас дает сигнал о том, что мы готовы к перемирию, Израиль, как бы, говорит, мы на этих условиях не готовы, там идет речь о нескольких этапах по 42 дня, то есть, в общем, и заходит в рафах. И понятно, что на фоне этого там есть множество своих внутриполитических игр, тем более, что турки, они окончательно выбрали сторону, они там помогают Палестине. И, в общем, там своя геополитическая игра, и такая борьба серьезная. И, конечно, первое, что, о чем можно подумать, что это покушение, кто-то говорит, это инсценировка, кто-то говорит, что вполне себе очень интересный сигнал, который изменит вообще геополитическую стратегию. Но я хочу все-таки нас привязать к наследному принцу. Он же посредник. Мы же помним эти визиты в Саудовскую Аравию сначала президента, потом там, да? Точнее, наоборот, сначала российской стороны, потом президента. И это как-то, ну, скажем так, наталкивает на мысль, что вполне себе наследный принц может изменить отношения по украинскому вопросу или каким-то образом модернизировать свое влияние посредника. Вы знаете, я не думаю, что украинский вопрос стоит во главе УЛА. Позиция наследного принца, это были именно те самые красные линии по поводу Рафака, правильно? Возможности военной операции в Сахал. Имитация, не имитация, но тем не менее. Военная операция уже констатация факта. И это несмотря на заявление в Соединенных Штатах о прекращении поставки вооружения и, соответственно, военной техники для нужд государства Израиля. Об этом надо говорить, а в субъектности принятия решений израильской стороной. До этого вбрасывались вопросы о возможности оглашения израильского генералитета вообще в международный рост, правильно? Испугало это Израиль? Абсолютно нет. Вот это показательный момент. И это сигнал украинскому руководству в моменте субъектности принятия решений. А по поводу наследного принца, ну, украинская версия тут, вы знаете, она не выдерживает критики, я еще раз подчеркиваю. Дело в том, что ситуация с Рафаком, к сожалению, отвлечет сейчас внимание от украинского вопроса. Вот об этом стоит говорить. И данная ситуация на руку, в первую очередь, Российской Федерации. Ну, о какой мирной конференции в Швейцарии будет идти речь на фоне событий, происходящих на Ближнем Востоке, правильно? То есть, сам геополитический смысл проведения данной мирной конференции, он фактически уходит на второй план. Ну, интересно, что пишут, что... Вот тут российский след по поводу возможного покушения на наследного принца. Я бы не исключал. Просто смотрите, пишут, что наоборот, Россия заколотила такой очень интересный, ну, вот этот замес с ядерными учениями, послов вызывали, в общем, там, бряцали оружием. Там французы говорят, нет-нет-нет, тут Си Цзиньпин с Макроном договариваются и говорят, ой, хорошо бы было бы Олимпийское перемирие. И вот под этот весь шумок Цахал пошел. И наоборот, все как бы отвлеклись на вот эти события вокруг украинской войны, и, собственно, Цахал в эту ночь перед наукурацией Путина просто воспользовался каким-то таким моментом. Тоже так хитрые, хитрые евреи, да, вот они вот нос по ветру, они чуют, когда момент какой-то может наступить. Вы же говорите об обратном. Тоже евреи готовили данную военную операцию в течение двух последних месяцев. Поэтому, ну, о хитрости, это великая нация, я еще раз подчеркиваю, но идет вопрос о том, что, несмотря на все внешнеполитические усилия, я еще раз подчеркиваю, визит, это все прекрасно. Встреча СИИ с Макроном, но присутствие посла Франции на инаугурации фактически представит точку на всех этих заявлениях и мирных планах Франции, и, соответственно, воинственной риторики и прочее. И Израиль не использовал момент, он его готовил два месяца. Давайте об украинском и внутриукраинском. Значит, есть сообщение о том, что завтра Верховная Рада проголосует еще плюс 90 дней военного положения. Военного положения, да. От 13-го числа. Это очень интересный, ну, скажем так, и показательный момент отношения и, ну, вообще, ситуации в украинском обществе, отношения друг к другу украинцев. Наталья Масичук выходит и заявляет, что СБУ постучит в дверь каждому. ТЦК. Каждый будет в ТЦК. И это все на фоне, ну, скажем так, ожидания, через неделю заработает, ну, чуть больше, там, не через 10, вот этот новый закон. И мы видим, как в Одессе таскают по земле мужчин, да, военкомы. Мы видим во Львове жесткие задержания. Мы видим, как бы, эти очередные трупы, которые вылавливают из ТИСы. Дмитрий, как вам кажется, что, вот к чему вообще готовят май месяц Украину и украинцев? Александр, ну, давайте я вам отвечу словами классика. Вы помните у Арвела? Все животные равны, но некоторые животные ровнее других. Конечно, СБУ постучится в каждую дверь. Но мне кажется, не за каждой дверью окажется ухилянд. Некоторые ухилянды будут ровнее других ухиляндов. Вот об этом идет речь. Речь идет о том, что Александр... Это, как, знаете, сразу вспомнили, а где же сын Масийчук, который там в Польше, ну, которая так заявляет. Ну, это же враждебные голоса вспомнили, Александр. А, вы думаете... Мы думаем дождаться ответа от Масийчук на подобный характер претензий. Но, смотрите, о чем идет речь, Александр? Численность погранвойск увеличена на 15 тысяч. 15 тысяч – это 4 бригады наступления. Они наступать будут на западном направлении. 15 тысяч – это тот оперативный резерв, который бы позволил стабилизировать ситуацию на Донецком направлении. 15 тысяч подготовленных. Подготовленных, Александр, это не мобилизованных. Вы знаете, количество погранвойск на данный момент на западном направлении превышает количество погранвойск времен Советского Союза. Ну, тогда СССР готовилось непосредственно к вооруженному конфликту со странами НАТО, правильно? Граница на замке. Я понимаю, Карацупы сейчас вылавливают, соответственно, по ТИСе. Но второй момент. Госслужащих мобилизационные процессы коснулись. Это информация с открытых источников. 2,8%. А госслужащих у нас порядка 180 тысяч. Это и о том, что некоторые животные равнее других животных. Правильно? 180 тысяч, Александр. Да, мы отбросим, например, 80 тысяч женщин. Условно. Напополам, чтобы никому не было обидно. Индерное право. Правильно? 100 тысяч мужчин остается. 300 тысяч. Это молодые пенсионеры МВД и СБУ, которые пребывают на так называемом спецучете. Не в ТЦК, Александр. Не в ТЦК. Мы уже с вами нашли 400 тысяч тех, которые равнее других. 400. А я напомню, в заявлениях официальной украинской власти речь идет о том, что 500 тысяч нам мобилизировать не надо. Нам достаточно и 300. Так мы с вами уже нашли 400. Ну, получается, что это мобилизация не для войны. И тогда встает вопрос. Подождите, но должны быть одинаковые правила поведения для всех. Я напомню, Конституция, священный долг каждого гражданина Украины защищать свою страну. А чем отличается молодой пенсионер МВД от других граждан страны? Посаженной печенью в моменте защиты прав граждан Украины, либо личного обогащения. Объясните, в чем смысл? В 45-47 лет они идут на пенсию. Это люди, которые имеют определенный уровень подготовки. Не то, что определенный. Это не комбайнеры и не трактористы. Почему мобилизация не коснулась сотрудников Министерства внутренних дел, о чем мы с вами говорили? Более 400 тысяч их. Не нацполиции. Они пытаются сейчас это, скажем так, лавировать понятиями или шельмовать. Вот нацполиция не больше 130 тысяч. Нас нельзя. Конечно, нельзя. Но 400 тысяч сотрудников Министерства внутренних дел. 400. Александр. Почему они под броней? Почему под броней прокурорские? У нас 25 прокуроров на 100 тысяч населения. Фактически наибольший показатель в Европе. В Европе максимум 10. Еще раз подчеркну, кого коснется данный закон о мобилизации. Если вы уже решили ставить вопрос ребром, то еще раз подчеркиваю, условия должны быть одинаковы для всех участников, а не избирательны для определенных категорий. Не могут быть некоторые животные ровнее других. Это нивелирует сам смысл мобилизационных мероприятий и создает определенное напряжение в украинском обществе. Вы видели, ну не только мужчин пакует, сколько уже инцидентов, когда либо Гуцулой с Сакиромой, правильно, вы помните Черновицкой области? Либо сотрудник ТЦК, стреляющий под ноги в той же, по-моему, Черновицкой области. В Закарпатской области Ромы штурмует ТЦК. И видео не только паковки приобретают массовый характер, но и момента противодействия. Вот это напрягает, Александр. И когда нам объясняют сотрудники ТЦК, они в основном все участники боевых действий. Нет. 46% из них участники боевых действий. Это официальный ответ на запрос народного депутата. Поэтому опять не надо шельмовать. И что делают роты охраны ТЦК? Это опять бригады наступления, если по счету количества ТЦК по всей территории Украины. Кого они охраняют? И от кого? И от кого, Александр? И когда в ротах охраны футбольная команда Ивана Франковска в полном составе, с массажистами, тренерами, любовницами и любовниками любовников, ну это хрень полная. Вот. О чем надо говорить? О равных для всех условиях. А не о том, что служба безопасности постучится к каждому в дверь. Очень бы хотелось, чтобы именно в каждую дверь. И кстати, а почему служба безопасности? У нас служба безопасности уже занимается вопросами мобилизации. Мобилизации? Опять возникает вопрос, что за хрень вы несете? Помните, как это? Банда Нью-Йорка, знаменитая фраза. Ну что же ты за хрень такую несешь? Ну, создается определенная информационная составляющая в украинском обществе. ТЦК будут работать 24 на 7, вы сможете зарегистрироваться. И в это же время сообщения в Одесской области адвоката пакуют. Да. Адвоката, Александр. Причем, который приехал по делу, на какой-то обыск. Отбить от незаконных действий сотрудников правоохранительных органов, соответственно, своего клиента. И тут возникает вопрос. А Министерство внутренних дел не хочет прокомментировать данный инцидент? Даже не ТЦК. Вы помните ситуацию в ТЦК, когда СБУшник после выхода статей о коррупционной составляющей Департамента кибербезопасности? Журналисту подошли сотрудники ТЦК, причем в торговом центре. Сотрудник СБУ просто пальцем показал этого по куте. Если это имелось в виду, сотрудники СБУ постучатся в каждую дверь, вопросов нет. Тогда, извините, встает вопрос, что опять избирательно сотрудники СБУ будут стучаться в двери, правильно? Вашу, например. Либо других журналистов. Александр, почему журналиста ТЦК Андрея Соломко призвали? Ну, оказывается, других каналов у них бронь. А Суспильный вообще продает квоты. Да, животные есть. Вопросов много, но как-то избирательно. Я еще раз подчеркиваю. Я не случайно вам процитировал Джорджа нашего, Оруэлла. Ну, не может быть избирательного характера в проведении мобилизации. Но возникает вопрос, Александр. Рано или поздно у общества встанут вопросы. Почему это все избирательно? В том числе и стук СБУ. Причем это прямой намек. Это же не только СБУ будут стучать. Это в СБУ будут стучать. Бдительные соседи, конкуренты. И просто неравнодушные патриоты. Которые на содержание департамента захист у нас державности СБУ. Слышите, ну это какая-то такая очень история. Когда у нас на границе больше войск, чем при Союзе пограничников. Когда у нас вот эти стуки, о которых вы говорите. Органы, да, когда ТЦК работают по наводке. Ну, простите, ну так... А за что тогда война идет? Война идет, Александр. Не передергивайте тоже. Мы воюем за сам факт существования украинской государственности. За возможность говорить на украинском языке. Это разные вещи. Второй момент. Это то, что происходит внутри самой страны. Но это не касается самого характера войны. Есть факт вооруженной агрессии. Соответственно, и обязанность граждан Украины защищать свою страну. Это не ставится под сомнение от слова вообще. Другой момент, Александр Иоанн, основополагающий, что страну защищать должны все. Все от слова абсолютно. В том числе и молодые пенсионеры органов правоохранительных и службы безопасности Украины. И немолодые пенсионеры и сотрудники правоохранительных органов. На момент военного положения Министерство внутренних дел переходит в подчинение военных структур. Этого не знают. Я, знаете, степень идиотизма, она просто критическая. Вы либо тогда не подминайте законодательство, либо не апеллируйте к моменту военного положения. Вот об этом идет речь. Еще раз подчеркиваю. Не ставится под сомнение характер войны. Ставится под сомнение характер проведения мобилизационных мероприятий. Еще раз подчеркиваю. Святой конституционной, святого конституционного уборец. Ну, просто, знаете, не надо, значит, тогда вот этих вот интересных политических измышлений о том, что смотрите, а у нас фронт, а тыл, да, вот весь Запад. Да. Так, а украинцы, которые в украинском тылу, на украинской территории, это что? Это не тыл получается? То есть на нас, получается, как бы не рассчитывают? Ну, вот в этом смысле. Ну, давайте говорить, во-первых, не совсем понятная ситуация с возобновлением выдачи паспортов. Зачем вообще была тогда эта ситуация крика, правильно? Пытались прозондировать возможную реакцию наших партнеров в моменте, соответственно, ну, скажем так, возвращения мужчин призывного возраста. Ну, реакция оказалась негативной. Ну, кто-то просчитывает эти шаги наперед вообще, перед тем, как делать соответствующие заявления, которые будут дискредитировать Украину. Ну, Александр, знаете, в чем парадокс? Когда на момент соответствующего постановления Кабмина о запрете выдачи документа, я нашел в интернете уже объявление о том, что до вопросов нет. Есть фирмы уже предлагающие услуги получения данных документов вне зависимости от решения Кабмина. То есть, речь идет о том, что коррупционная составляющая никуда не делась. Нам пытаются объяснить, вы смотрите, 800 тысяч негодяев выехало из Украины. Но никто не ставит вопрос, а каким образом все эти 800 тысяч выехали? Возможно, часть из них по коррупционной составляющей за 6-12 тысяч долларов. Возможно, на этом заработали те же сотрудники ТЦК. Невозможно, а заработали. Вы знаете, 15 тысяч пограничников. Прекрасное решение вопроса. Но когда я читаю, задержали прикордонника, который спецпропуска по 1000 долларов продавал, а другой переводил просто, переведу ТБ через Майдан, правильно? Ну, только не через Майдан, а через кордон за определенное вознаграждение. Когда к прикордонной кумулу, помните такого, у которого любовница в Париже праздновала Новый год? И у которого гражданство, по-моему, Колумбии, если я не ошибаюсь. У правоохранительных органов нет к нему вопросов. Я понимаю, да какие могут быть вопросы, если цена вопроса 6-12 тысяч долларов. А количество украинцев, выехавших, идет на тысячи, сотни тысяч. Вы посчитайте, какой это поток. А теперь этот поток собирается, Александр. Ну, вы знаете, я прошел тревожные 90-е, так вот, в определенной среде это называлось устроить проходняк. То есть, ну, еще раз, скажем так, получить деньги с человека. То есть, вот сейчас принимается решение о запрете выдачи документов, правильно? И тут же появляются фирмы-посредники, которые эти документы выдают. Ну, или, например, все на ВЛК с 18-го числа. Все на ВЛК. Все. Нам опять надо заработать, обилетить вас. Представьте, что действительно есть какое-то количество так называемых инвалидов, которые купили это, правильно? Ну, и человек, который на крючке, он приходит на ВЛК, и тот же человек с ВЛК, который ему оформлял, говорит, «Дружище, ну, не я, ты же знаешь, глянь мои честные глаза, не я с тебя прошу денег». Государство создало предпосылки. И ты опять должен подтвердить свою инвалидность определенным номиналом, желательно зеленого цвета, правильно? А опять, учитывая количество возможных коррупционных рисков, речь идет о миллионах долларов. Сотнях миллионов, Александр. Да, Дмитрий Снегирев был моим собеседником сегодня. Дмитрий, спасибо большое, что нашли время и поделились своими мыслями. Спасибо вам. Друзья, берегите себя. Всем добра и света. Увидимся. До скорого. Продолжение следует.